Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Вот настал тот день, когда мы идём, значит, в клинику обследовать мою прекрасную, значит, щитовидную железу. Вот, муж уже зашёл, сбегал, сбегал, ложливая погода, уже сбегал в эту грёбаную ветеринарку, взял, значит, мой медицинский протокол, и мы идём в клинику общих, короче, там, болезней, потому что вот это вот не занимается вот этими всеми, ой, господи, какая-то мошка, а, это, господи, это комар. Вот, не занимается эта клиника, которая ведёт беременность вот этими всеми вещами, поэтому идём в общем. Вот, ну, что, сейчас сходим, узнаем, что там нам скажут, расскажут, подтвердятся ли, значит, тревоги, вот, пойдёмте. Итак, и снова всем огромный привет, в тот день мне пришлось прервать запись видео, так как у меня не было полной информации о моих анализах, у меня были только результаты УЗИ, но не было результатов анализа крови, поэтому я решила подождать, пока они придут, и чтобы уж, так сказать, полностью не дробить вот это видео, да, сразу вам рассказать, чем же закончился по итогу поход в клинику, в которую меня направил врач, который ведёт мою беременность. Так, ну что, у нас ещё есть приятненького, из приятненького у нас мукбанг, у меня сегодня вот такие вот макарошки, немножечко посыпанные сыром, и тефтелечки, тефтелечки свиные, с рисом, с овощами, я особо на мясо сейчас не падкая, поэтому тут преимущественно в тефтельках рис, и туда же я прям добавляла мелко нарубленные овощи, прям вот сейчас мне это безумно-безумно нравится, чтобы было прям много овощей, и очень я сейчас люблю почему-то кетчуп, просто не могу без него жить. Вот такая вот история, давайте вместе поедим, ну и поболтаем о нашем, о женском, кстати, тема материнства вызвала достаточно большой интерес на моём канале, некоторые девочки пишут мне в инстаграм, просят снимать больше видео на эту тему, потому что они сами сейчас находятся в положении, им тоже интересны, как-то, как я всё это воспринимаю, какие у меня взгляды на всё это, как я собираюсь через это пройти. Да, кстати, даже поклонники минимализма увлеклись моим материнством, потому что им интересно, как я, значит, в формате минимализма буду воспитывать своего ребёнка. Вот так вот. Кстати, ой, ладно, давайте уже попробуем, потом уже продолжу болтать. Кстати, по теме минимализма у нас, конечно, нервотрёпка сейчас идёт с мужем, потому что он хочет купить вообще всё, что нужно и что не нужно. Прямо такое впечатление, что он, знаете, специалист во всех областях, прекрасно разбирается в детях и знает, что нужно, что не нужно. Я вот терпеть не могу вот этого, знаете, когда приходишь в семью, где маленький ребёнок, и вот часть комнаты просто завалена хламом. То есть, по сути дела, это вещи, но когда вещи не используются, это хлам. То есть, кто-то что-то принёс, подарил, какая-то обувь, которая по итогу там не подошла, какие-то игрушки, которые повторяются, какие-то вещи, которые, ну, в итоге не пригодились, несмотря на то, что это, типа, какие-то гаджеты, которые в помощь маме и всё такое. В какой-то момент женщина понимает, что ей проще там, знаете, промыть бутылочку в кипятке, таким образом её там простерилизовав, да, чем засовывать её в стерилизатор и что-то там ещё ждать, выжидать, когда она простерилизуется и так далее. То есть куча ненужных вещей, какие-то качалочки, которые почему-то потом не очень-то интересны ребёнку, и он не хочет там качаться, а это махина, которая занимает там место огромное в доме, в квартире. В общем, так. Ага, забыла, уже заболталась. И, в общем, мы с мужем спорим сейчас на эту тему, что покупать, что не покупать. Так, на эту тему чуть позже, а сейчас по моему здоровью. Мой врач, который ведёт мою беременность, он меня направил в другую клинику, в большую, которая находится тоже рядом с моим домом, чтобы проверить щитовидную железу. Потому что ему не понравились мои анализы на гормоны. И он решил, что это прям знак того, что у меня какая-то беда с щитовидной железой. Плохие анализы. Ну, по щитовидной железе, да, все остальные анализы прекрасно, сказали, ну, всё прекрасно, всё здорово, единственное, что там надо витаминку Д попить, витамин Д, как он сказал, витамин Д. Витамин Д попить, значит. А в остальном всё прекрасно. Ну, вот единственное, что вот гормоны щитовидной железы, ну, ещё не понравились ему анализы эти. И мы пошли, значит, опять с мужем. Наш муж вообще меня везде сопровождает. Это один из огромных плюсов введения беременности в Корею. Тут вообще не запрещают, как бы, мужу присутствовать везде вообще. Не просто там, знаете, даже в кабинете где-то на стулчике сбоку посидеть. Нет, прям можно подходить прям впритык к аппаратам, к кушеткам, к койкам, стоять там, за руку держаться и всё такое. То есть вот это прекрасно, что разрешают так вот полностью поддерживать морально свою женщину во время такого вот процесса. Вот, меня отправили на УЗИ. УЗИ провели. И когда врач сначала, УЗИ, значит, увидел моё вот этот протокол, который передал мне врач, который ведёт беременность, ему не понравилось. Что-то вот там, знаете, я губу отвесил, что-то загрустнелся. Потом провёл меня в кабинет УЗИ. Мы, значит, все вместе туда запёрлись, этот кабинет. Я легла, погасили свет. На большом мониторе всё, значит, это всё было видно. И мне тоже, что он там просматривает. И он такой, о, типа, всё в порядке. О, такой, да. Ну, в кореции издают всякие эмоциональные звуки. Он говорит, о, всё в порядке. Всё в порядке. Есть какие-то небольшие незначительные изменения. Но поскольку он ведёт беременных женщин, он говорит, что у беременных женщин из-за повышенной нагрузки такие вот незначительные изменения бывают. Но это вообще никак не критично. Вот. То есть по данным УЗИ всё прекрасно. Ну, всё равно направились дать ещё кровь, чтобы перепроверить, что там, к чему и почему. Перепроверили. И пришёл ответ на вторые сутки, что, в общем-то, всё нормально. И никаких показаний к назначению лекарственной терапии у меня нет. Единственное, что он сказал, что ради моего здоровья в следующем году к нему всё-таки прийти. Если я рожу, мои гермоны там всё утрясутся. Когда вот утрясутся, прийти. Он хочет посмотреть ещё раз мою щитовидку, чтобы вот те изменения, которые сейчас на фоне беременности появились, чтобы он убедился, что они потом исчезнут. Всё. Больше ничего, то есть ничего критичного не нашли. Как такое возможно, да? Только задаёшь какие-то не очень хорошие анализы, потом говоришь, что всё хорошо. Ну, тоже интересный вопрос. Вообще, насколько я знаю, ну, раньше в России так было, как сейчас не знаю, были определённые правила для сдачи анализов, например, крови, да? Что сдаётся, например, натощак, сдаётся рано утром. В Корее такого нет правила. Сдавать натощак или сдавать рано утром. Соответственно, получается, есть такая вероятность, что то, что ты поел, может быть как-то повлиять на показатели крови, я не знаю. Вкусно. Сдаётся вообще в любое время, в любом состоянии, как говорится. Не рекомендуется приходить только, если ты себя плохо чувствуешь. В остальных случаях всё, приходи. Когда хочешь, тогда сдавай. На голодный, не на голодный, на сытый желудок, легко хочешь. И потом вот такие вот получаются странные данные. Я, конечно, счастлива, довольна, что мне всё хорошо. Хорошо. Я чисто интуитивно чувствовала, что у меня всё хорошо, не должно быть никаких проблем. Вот так вот. Что, что, возвращаясь к теме покупки вещей. Что я хочу? Я хочу, во-первых, не кроватку, а... Ну, такую современную кроватку, типа люльку. Она мобильная, на колёсиках. Она может катать по квартире. У неё скруглённые вот такие вот, немножко скруглённые углы. Из-за чего она становится тоже более мобильной, более удобной. Её можно немножко покачивать. То есть, она такая немножко шаткая. То есть, можно немножко покачивать ребёнка. Муж запал на деревянную кроватку с каким-то балдахином-ебалдахином. Он спрашивает мне, почему ты со мной всё не споришь? Я говорю, ну я же мама, он говорит, а я же папа. Я говорю, ну давай, честно, ты шесть дней в неделю будешь на работе. Всё, я шесть дней в неделю одна. Для меня принципиально. Чтобы мне было удобно. Мне было удобно. Зачем мне вот эта неповоротливая прямоугольная кровать, деревянная, с вот этой вот решёткой выпускать, поднимать её? Зачем мне это нужно? Я понимаю, что там всё безумно-безумно красиво, безумно романтично. Но это непрактично. Я не хочу. Я хочу вот эту вот современную такую люльку. Тем более, по цене не сильно отвечать. Причём там на нижнем ярусе есть ещё такая полочка, куда можно самое необходимое покидать, да? Например, если я хочу выйти из спальни, выкатить эту люльку, и, например, здесь в гостиной посидеть, посмотреть там телевизор, с ребёнком сюда прийти, прикатить себе эту люльку, и покачивать её можно, сидя на диване, да? И вот на нижнем ярусе у меня будут там средства первой необходимости, да? Там какие-то там пелёночки, памперсики, салфеточки, подтираться и так далее. Очень удобно. Ну и второй, конечно, коляска. Он мне показывал какие-то качалки, какие-то игрушки непонятные тоже, в которых сажаешь ребёнка, и он там типа сидит в таком состоянии, полу-сидя полулёжа, раскачивается. Мне тоже это не надо, зачем мне эти лишние траты? Лучше купить хорошую коляску, колясочку такую со съёмной люлькой. Это называется, в общем, трэвел-система. Там съёмная, складная коляска, съёмная люлька. И эта люлька многофункциональная, то есть её можно использовать как дом, небольшая такая компактная люлечка. Тут такое местечко есть, где можно повесить всякие игрушки, погремушки, и то есть тоже с ребёнком перемещаться по дому очень удобно. Удобно, если вы куда-то едете, например, если вам нужно воспользоваться такси, то вы вынимаете люльку из этой колясочки, складываете колясочку, садитесь в такси, доезжаете куда вам надо, раскладываете, устанавливаете люльку и поехали дальше. Супер практичная вещь, и тоже по сравнению с какой-то там другой моделью коляски, тоже по цене не сильно отличается. Конечно, всё от брендов зависит, но если брать какие-то обычные, поскромнее бренды, то не сильно цена отличается. И опять тут у нас зашёл спор, он мне, значит, предлагает такую... Опять-таки... Ой, господи. Он мне, значит, предлагает такую классическую, знаете, коляску. Вот такая вот большая, значит, люлька, такая типа прямоугольная, скрублённая по углам. Он совершенно не обратил внимания, что не складывается коляска, что это не складная коляска. А это, извините, проблема. Мы живём в частном доме на втором этаже, и у нас очень крутые ступеньки вниз. Эти ступеньки находятся не внутри дома, они и снаружи дома находятся. Очень крутые вот такие вниз ступеньки. Соответственно, вниз круто спускаться, а вверх круто подниматься. То есть, естественно, как ты будешь эту колясу, которая не складывается, по этим ступенькам спускать. Или я буду сидеть дома, знаете, 6 дней в неделю и ждать, когда же муж вечером придёт, чтобы мы с ребёнком могли выйти погулять. То есть, ну, зачем, да? Плюс вот эта вот огромная люлька у коляски, она, ну, габаритная. То есть, я-то не габаритная, а люлька очень габаритная. Соответственно, больше угол разворота, если тебе там где-то в супермаркете между рядами надо разворачиваться. Ну, короче, он об этом с осенней думает. Он просто, о, мне это понравилось. Ну, почему понравилось-то? Давай логический аргумент. Чё тебе понравилось-то? Расскажи мне. Надо же всё-таки как-то это... мозги включать. Я на него совершенно не обижаюсь, не злюсь, а он прям злится на меня. Вот ты такая упрямая, я хочу всё лучшее для ребёнка. Господи. А я как будто хочу всё лучшее для ребёнка. Тискельки им, конечно, просто обалденные. Так, почитала я ваши комментарии. На комментарии я отвечу в отдельном видео, потому что у меня есть своё мнение на всё это. Кстати, мне не понравилось некое такое лукавство. Потому что, с одной стороны, вы там в одном, скажем, комментарии, вы пишете, как всё это важно, как важно всё сублюсти, и как вы там тоже, какой вы серьёзный подход имели к своей беременности, а я типа такая, какая несерьёзная. И при этом в других комментариях, уже общаясь не со мной, а с другими подписчиками вы делитесь какими-то сокровенными вещами, там, о своём проблеме со здоровьем или проблеме со здоровьем своих детей. То есть, ну, как это получается, да? Если вы всё делали правильно, и вы веруете свято, что если всё делать правильно, то всё должно быть отлично, то почему отлично-то не получилось? Так вот, я вам и в отдельном видео расскажу, почему отлично не получилось. Потому что всё не так просто, как хотелось бы думать. Всем хотелось бы думать, что если ты будешь правильно питаться, чётко соблюдать рекомендации врачей, пить витаминки, проходить все анализы, то у тебя гарантированно, стопроцентно родится здоровый ребёнок. И ты прекрасно принесёшь беременность и роды. Всё. Верите? Вы сами в это верите? Я в это не верю. Есть огромное количество женщин, миллион женщин, сотни тысяч женщин, которые скажут вам, я делаю всё правильно, но я не понимаю, почему у меня такой ребёнок с проблемой по здоровью. Или почему у меня такая тяжёлая беременность была, я не понимаю, я всё делала правильно, я чё, хуже других? Это просто женщины, которым чуть больше повезло, они так склонны грешным дельцам думать, что если вот какая-то мамаша, значит, родила нездорового ребёнка, то это она вина. Наверное, наверное, что-то не делала, наверное, что-то неправильно. Вот признайтесь, признайтесь, да, даже если вы там мудрая, умная женщина, разумная, всё равно вот грешным делом проскакивает в голове такая мысль, когда вы слышите о каких-то там проблемах у других, что они сами в этих проблемах виноваты. Наверное, что-то не так делала, нерадивая мамаша, да? Этим женщинам очень обидно, потому что есть вероятность, что всё она делала так. Просто вот, ну не повезло. Почему не повезло? Это уже в другом видео. Так, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Пойду готовить ужин для мужа. Сама уже наелась, уже не могу не лезть эти тептельки. И, кстати, сейчас такой малоежка стала вообще. Вот. Не знаю почему. Наверное, когда ребёнок начнёт активнее расти, наверное, может, тогда будет аппетит побольше. А сейчас нет. Вот в первые половины дня он вообще не хочет кушать. То есть аппетита нет совсем. И не от плохого самочувствия, а вот просто нету чувства голода, нету желания приходить, что поесть. К вечеру начинает пробивать на еду. И почему муж такой, «О, ты так много стала есть?» Я говорю, «Да я целый день голодная ходила, Господи!» «Я так много ем вечером, потому что я голодная ходила целый день». Сейчас вот 5.54, а это моя первая полноценная еда сзади. Всё. Вот такая вот история. Итак, ладно. До встречи в новых видео. Пока-пока! Люблю цедуру.